Всем привет, друзья! Сегодня к чаю предлагаю испечь печенье с яблоками, корицей и орехами. Тонкая хрустящая корочка снаружи, мягкое, очень нежное печенье внутри просто тает во рту. Съев одно, рука так и тянется взять еще и еще. Очень вкусно, готовиться несложно. В миску отправляю 3 куриных яйца и с помощью миксера взбиваю на малых оборотах в течение пары минут, для того, чтобы слегка разошлись яйца. Затем к яйцам добавляю щепотку соли. И еще в течение пары минут взбиваю миксером до появления на поверхности легкой пены. Затем в яичную массу постепенно всыпаю примерно полстакана сахара и продолжаю взбивать в течение 5 минут, пока сахар полностью не растворится. Вы же сахара можете добавить чуть больше, уже ориентируйтесь на свой вкус, мне этого количества сахара достаточно. Затем добавляю пакетик ванильного сахара и продолжаю взбивать. Взбиваю до тех пор, пока масса слегка не побелеет и немного не увеличится в объеме. Тесто для такого печенья готовится просто очень быстро, в течение 5-7 минут. Вы его замешаете и оно уже будет готово. Вот такая получилась у меня масса яичная с сахаром. Пришло время добавлять муку. Мука у меня уже заранее просеянная, 300 г. К муке добавляю 1,5 ч.л. разрыхлителя и 1 ч.л. корицы. Если корицу не любите, просто ее не добавляйте. Все это хорошо перемешиваю и ввожу в яично-сахарную смесь. Замешиваю тесто. Тесто для такого печенья не должно быть слишком жидким или очень густым. Примерно средней консистенции оно должно слегка прилипать к рукам. Высыпаю оставшуюся муку. И затем добавляю 100 г растопленного сливочного масла. Все хорошо перемешиваю с помощью лопатки или ложки, кому как удобнее. И уже замешиваю тесто. Еще раз скажу, что его консистенция должна быть густой, но при этом не растекаться. Тесто готово. В него еще буду добавлять 2 крупных яблока, порежу мелким кубиком. И небольшую горсть грецких орехов. На мой взгляд, это идеальное сочетание яблоки, ароматная корица и орехи. Вы же можете экспериментировать. Вместо яблока взять грушу, какие-нибудь другие орешки или сухофрукты. Все дело вкуса. Или каждый раз добавляйте что-то новенькое. Будет разное печенье. Порезанные яблоки и орехи добавляю в тесто и все хорошо перемешиваю. Тесто получается такое густоватенькое, это нормально. Яблоки тяжеловато замешивать в тесто, но нужно постараться. Теперь на противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываю тесто с помощью 2 ложек по 1 столовой ложке на 1 печенье. Из этого количества теста у меня вышло 15 печенек. Отправляю в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. Буду выпекать в течение 25 минут. Через 25 минут печенье готово. Нижний противень с печеньем я поменяла местами с верхним за 10 минут до окончания времени, чтобы оно тоже быстрее пропеклось. Вот оно такое красивое, румяной корочкой взялось. Сухая палочка, печенье внутри полностью готово. Даю ему немного постоять на противне и слегка остыть. Печенье настолько ароматное, что так и хочется его быстрее попробовать с чашечкой крепкого чая. Перед подачей к столу печенье посыпаю сахарной пудрой. Печенье очень вкусно пахнет, аромат выпечки стоит на весь дом. Яблоки, корица, орехи, умопомрачительное сочетание. Тонкая хрустящая корочка снаружи, мягкая и нежная, просто тает во рту. Попробуйте приготовить его себе и своим близким. Желаю всем приятного чаепития, живите вкусно, творите сами вкус своей жизни. Всем пока-пока, до новых рецептов! Друзья, если вы на нашем канале впервые, рекомендую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать оповещения о новых выпусках. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok